Капитальный ремонт в отделении радиологии областного онкодиспансера завершился. Обновление медицинского учреждения началось еще в 2016 году с замены кровли. В 2017-м привели в порядок все системы, начиная с отопления и водоснабжения, заканчивая пожарной безопасностью. На эти цели потратили 40 миллионов рублей. Примечательно, что во время реконструкции лечение больных не прекращалось. Яркий цвет стен не излечит от тяжелых заболеваний, однако скрасит напряженную атмосферу. С таким утверждением согласны и онкологи, и пациенты, вынужденные посещать диспансер. Во время реконструкции регистратуру переделали полностью, расширили зону ожидания. Сотрудники отмечают, теперь даже времени на запись пациентов требуется меньше. Хорошо, удобно. Светлее стало место больше с пациентом. Общаться легко, легче. Онкологическая служба в Мурманске была создана еще в довоенное время. К середине прошлого века небольшой отдел разросся до отделения. И в 70-м году для него построили здание на улице Павлова. В последние 10 лет о ремонте в онкодиспансере только мечтали. Однако финансирования постоянно не хватало. Изменения начались в 2016-м, когда за счет региональных средств заменили кровлю и оконные блоки. За два года на модернизацию и реконструкцию направили порядка 40 миллионов рублей. Конечно, ждем дальнейшее продолжение. Это, будем так говорить, для комфортного проживания наших пациентов. А для более качественного лечения ждем реконструкцию, конечно, и обновление парка аппаратов. Сейчас у нас гамма-терапевтические аппараты. Некоторые уже отслужили по три гарантийных срока. В отделении радиологии проходят лечение тяжелые больные, которым требуется лучевая терапия. Раньше в восьми палатах одновременно находились более полусотни пациентов. Теперь только 20. Связано это не со снижением заболеваемости, а плановой борьбой с перенаселением. В связи с новыми санитарными нормами дополнительные койки в палатах запрещены. А сами медики все больше людей обслуживают амбулаторно. Наша цель, чтобы больные максимально эффективно использовали время нахождения в диспансере. Мы получаем в том числе и химиотерапевтические препараты, которые, например, требуют вместо 9-дневной схемы введения, трехдневной схемы введения. То есть, чтобы койки работали максимально эффективно. И это позволит, не снижая объема оказания медицинской помощи, иметь диспансер меньшей коечной мощности. В этом году обновление в диспансере продолжится. В ближайших планах ремонт в поликлинике.